Ну всё, рында прозвучала, можно начинать. Здравствуйте. Сейчас мы немножко настроимся, поскольку гитары здесь пережили. Некоторые изменения климата... Я, когда писал анонс этому концепту, честно попытался всех предупредить, что у нас с Городецким не было никакой совершенно возможности что-то придумать новое, какие-то новые песни разучить, отрепетировать, придумать аранжировку. Увы, это нереально было, и поэтому программа наша, она, в общем, повторяет собой предыдущую, почти. Но предыдущую, не ту, которая была здесь, а предыдущую, которая вот совсем... Совсем была не датна в Киперево? Отчасти повторяет, отчасти... отчасти нет. Сергей Никитин. Стихи Борисович 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 Борисович. ПЕСНЯ ПЕСНЯ И ЗЛОВСКИ Давайте что-то делать, чтоб духу не пропасть, Чтоб не глумилась челядь и не кичилась власть. Ведь никто из нас ни рыцарь, ни правиль, ни к чему, Но можно ли мириться с неправдаю и злом? Давайте делать что-то, и черт нас поверим Поставим дон Кихота уму в поводыри Пусть наше плод не дужно и безысходно тьма Но что-то делать нужно, чтобы не сойти с ума Уже и то от радов у запертых ворот Что все, чего не надо, известно наперед Уже и то от радов у запертых ворот Что все, чего не надо, известно наперед Помогу, да есть охота, пока мест есть друзья Давайте делать что-то, иначе жить нельзя По традиции, когда мы с Олегом выступаем вместе, дуэтом Мы объявляем только те песни, которые не принадлежат нашему Не нашего авторства А те, которые чьи-то, мы, конечно, объявляем Вот, например, следующую мы объявлять авторством не будем Ни о чем судьбу не просим, ничего не ждем Снова наступает осень проливным дождем Вдаль протянется дорога, чтобы янда сныть Никого нет, кроме Бога, чтобы полюбить Топой-топой не убудет негрова колоть Отчего-то тоже любит дурачков господь Холод-голод, злые взгляды, седина к вискам Все достанется в награду Божьим дурачка Стукнут ставнями окон за зимние литра Ночь морозная начнется паром изо рта Под ногой ухрустнет льдинкой новый поворот Занесенная тропинка дальше поведет Если где остановиться, лучше-то темна Но мелькают, словно спицы страны времена И в любой эпохе видно, даже без очков Этих странных, безобидных божьих дурачков Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай божьих дурачков Ай-дай-дай-дай-дай-дай божьих дурачков Этот склон такой, вологий лучше не скользи Над весной ином дороги кровь в грязи У рачкам опять веселье, словно горя нет Как так можно жить бесцельно, в чем у них секрет? Как бы горьих хлеб не вышел, все-таки он был И если что-то дал всевышний, значит, не забыл Холод-голод, злые взгляды, вечные дочки Постоянно с Богом рядом божьи дурачки Ай-дай-дай-дай-дай-дай божьих дурачков Ай-дай-дай-дай-дай-дай божьих дурачков Следующая песня, авторство, следующую песню мы объявили Сейчас, подожди секунду Вот мы спели песню «Божьи дурачки» Это непростая песня сейчас Это титульная песня нашего нового Альбома Единственного Дуэтного Альбома С Олегом Городецким Которое мы тут героическими усилиями записали И успели свести и сделать мастеринг Просто вот Минус в минуту, да В посредние дни Вот, как получить себе этот альбом? Конечно же, он существует не в виде дисков Потому что диски это уже совершенно не актуально Он существует в виде mp3 файлов Которые можно скачать вот по этой ссылке Которая висит сзади меня Это очень просто Если у кого-то возникают сложности Ну, попросите соседа скачать В общем, подходите во время антракта К этому вот QR-коду Скодируйте Это в QR-коде, там просто ссылка на zip-архив В котором есть весь комплект mp3 файлов Плюс один бонус И обложечка Красивая Ну, собственно, и все Слушайте на здоровье А мы продолжаем Евгений Кубрик Крепчает шторм, ревет накат Стучится в дверь соленый град И дом источенный червен Скрипит, как сломанный бушприт В каменитет лицо зола Вокруг дубового стола Сидят бродяги и купцы И моряки, и храбрецы Вокруг дубового стола На зов уюта и тепла Собрались те, как дорогу предстоит Они пришли из темноты И снова растворятся лни Мелькнули крылья их на миг Чуть освещенные огнем Пути их были не просты Один другого тяжелей Но вот усилить за столом И подают им крепкий рог И подают им крепкий рог Под грохот фури за окном А снег несется в пустоте кругом Таверна старая гражат Акомпанируя ветра Дорога каждому лежит Матросу в камень корабля Он снова жаждет увидать Лазурь тропических небес Разбойник снова будет ждать Купцов проезжих через лес И пилигрим, стуча клюков Уйдет из вилистой тропой Лишь только стихнет ветер И ночным репут Включая шторм, ревет на камень Стучится в дверь соленый град И дом источенный червен Скрипит, как сломан ему шприц Сейчас яден только он А за порогом только сон Пусть будет гребок этот стол Пусть будет в кружке ром разлит Но словно стая воронья В небытие из бытия Уходят странники в далекие края Но словно стая воронья В небытие из бытия Уходят странники в далекие края Уходят странники в далекие края Но не спите и сегодня Было просто нельзя Михаил Чербаков Теплый дом, сытный стол Прудершат с поцелуем Все потом, все потом А теперь не досуг Собирайся, солдат И пойдем повоюем Что потом, то потом Что теперь, то вокруг Кто кого, кто ухода Собирайся, солдат И пойдем повоюем И пойдем повоюем Что потом, то потом Что теперь, то вокруг Кто кого, кто ухода Мы устав не нарушим Мы присяге вернем Хоть огнем все горит Теплой кровью по горло Зальемся снаружи И трофейным портретом По горло внутри Ни за что Никогда Мы устав не нарушим И по горло снаружи И по горло внутри Наше черное время Не кончится с нами Нас с водами Унесет талон над водой Повисит, переждет И вернется с войсками И никто ему снова Не скажет Да он Повисит, переждет И вернется с войсками И никто И никто И ему снова Не скажет Долой Аплодисмент Аплодисмент Она Вместе Без перевода Ну страшно Если перевод не нужен Можно не говорить Она исполняется Вместе с народным Еврейским Нигуном Это такая мелодия Которая Предшествует этой песне Автор ее Олег Городец Аплодисмент Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 вот несмотря на то что следующая песня написана нами все-таки имеет смысл сказать что стихи написаны мной а музыка в моей редакции чего да ладно одно слово поменял когда остановившись на бегу мы собрались на низком берегу не чувствуя опасности затылка мы говорили каждый о своем но нас мерили вечер водоем и быстро опустевшая бутылка мы говорили каждый о своем там где река не забрана в гранит который говорят не портит вид а сам слынет примером и героем мы пили и смеялись как могли и не касаясь каменной земли пока вода катила льтины к морю мы пили и смеялись как могли в тот вечер мы промокли под дождем и столько лет мы повторения ждем стараясь не душить души порывы ландшафт не изменяется пока вчера река и через год река и не пока еще по счастью живы ландшафт не изменяется пока но мы прекрасно знаем наперед никто нас так уже не соберет так не по силу городу и веку течет вода уходят времена и невозможно дважды выйти на тот берег как войти большую реку течет вода уходят времена в минуту слабости олег городецкий согласился на наличие следующей песни нашей программе это была минута слабость я постараюсь чтобы это больше не повторять мы сдавали литр крови но не литр но поменьше говорили о любови вспоминали свои женщины и главврач скрипучем кресле на примере наших почек напевая светит месяц изучал корявый почерк практикантки из районной поликлиники 16 где не ставят телефона и с которой не связаться чтоб спросить что это дама написать сюда хотела и главврач сидит упрямо напевая а ведь это практикантка как и все ходила в школу где ругали за осанку и водили на уколы заставляли раз по двадцать написать одно и то же я должна еще стараться чтобы стать на всех похожей а училка вечно хмуро и похоже на кобылу говорила ей что дура по рукам указкой била разве клятсы вместо точек приближали ее к цели ну такой тут будет почерк лишь бы пальцы не болели на продленке как на зоне только вместо вышек парты и главврач все это понял между строчек на медкарте и смущенно двинув бровью он талончик нам отрезал и забрал наш литр крови напевал я марсельезу напевал я марсельезу а я наоборот немножко поработаю Михаил Волков на садовом пили стекла на садовом пили пиво в мутном супруге дрожащим сизый дым мешался с матом у подъезда кошка мокла неизбежно и тоскливо под конвоем двух сержантов новобранцы шли в солдат и освещали путь неблизкий фонари в земном поклоне сострадали и калечем синеватым светом лица будто с паперти расистой шла бездомная колонна злой судьбе своей навстречу на какую-то границу их следы давно простыли на седом асфальте ветхом пережившим ту потерю с утешительную ложью то ли заново простили то ли прокляли навеки я не знаю и не верю что проклятье нам поможет просто грянет черный праздник и на всех найдутся плети просто пивом на садовой разбавлять начнут по многу расцветет чумной заразой это подлое столеть ей закончится садомом и туда ему дорогой стекающему потом как палач на месте лобном с передруженной рукою от костистых шей стрельцовых одуревший от работы и под солнцем желто-злобным возмечтавший о походе пять детишек палачевых ждут в избе отца со службы с государевой казенной и мерещится старшову что отец с глазами дому увязая в топких лужах человек вечен унесет им в перепачканной кошелке пили пивом на садовой в мутном сумраке дрожащий сизый дым мешался с матом у подъезда кошка мокла неизбежно и тоскливо под конвоем двух сержантов новобранцы шли в солдаты на садовой пили стекла на саду пили пивом и относительно недавняя песня на стихи Александра Габриэля Закончились клёв и подлёдный лов и вмерзла во льды плотва ведь длилось казалось бы время слов но в небо ушли слова имевшие прежде окрас и вес порою в десятки тонн Париж в наши дни не достоин вес и Лондон и Вашингтон заройся в болото карпи терпи не спи попадай в просак ты видишь грядет Генерейшн Пи с нестешним огнём в глазах почуют сидевшие в заперти больших перемен сквозняк а ты лишь помеха на их пути отживший своё сорняк тревоги летят как пчелиный рой и время назад течёт на первый по лагерной второй суровый идёт расчёт у тех кто считает задор и пыл добрался до Джерри Том забавно ты первым когда-то был но даже не знал о том и косит коса разудись плечо снося на корню редук и если к тебе не пришли ещё придут всё равно придут случайный мотив что поёт листва последний нелепый стих и ты потому не найдёшь слова и ты потому не найдёшь слова и ты потому не найдёшь слова что больше не будет их еще одна наша совместная песня тоже мрачная и унылая с Антоновым дело в том что для того чтобы придумать музыку к этим стихам Олега Горолевского, моим, Игорь. Вот здесь-таки их довольно ощутимо переписал. Правда, надо отдать ему должное. Практически все, что я хотел в них сказать, он в них оставил. Поздним вечером время ушло безнадежно вперед. Твердо зная, что нужный автобус уже не придет. Ну а если придет, это будет не твой автобус. На пустой остановке жди, сколько хватит сил. И на плечи тебе скоро кинется век имбецин. Остановит твой глуз. Ты от слова халва расширеешь у всех на леду. Нынче горькая водка и там на каком-то меду. И при том не пьянит и не греет, но обжигает. И какие там к матери мята и резита. Вместо чая с лимоном ромашка и череда. Да и тих не хватает. Вместо чая с лимоном вокруг то ли дым, то ли пыль. От шагающих строем сапог, от растоптанных миль. Да и кто разберет этот новый дурдом на марше. И ведь даже не марш, а какой-то нетрезвый вальс. Пока я не славянки, вокзал, чемодан, а у спайс. И платками не машут. Хочешь сам и марши, только ты безнадежно отстал. Ты остался, осел и остыл в бесполезный кристалл. Тебя бросило время, поскольку ждать не умеет. И ушло в темноту, вот теперь, как дурак и стой. Подставляя поземки с ее прошлогодней листвой. То свой зад, то свой пель. АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты Солнце жаркое заносит Мы все были на покосе А теперь идут домой А фонарики у дома Освещают путь знакомый И над ними невесомо Пролетает Казадон А фонарики у дома Освещают путь знакомый И над ними невесомо Пролетает Казадон Здравствуй, матушка, гусы Шерчет ветер из глицин Я устал свистеть в пустыне Чью-нибудь носить тоску Чем гонять аэростаты В облака из мокрой воды Ты возьми меня в гусята В свою белую строку Чем гонять аэростаты В облака из мокрой воды Ты возьми меня в гусята В свою белую строку На рассвете в небе звонком Звезды с месяцем в сторонке Ждут последнего гусенка Что пристроится за ним Солнце ходит, ветер стынет Доля горькая на смене Пока матушка гусы В поле с выводком своей Солнце ходит, ветер стынет Доля горькая на смене Пока матушка гусы В поле с выводком своей Солнце ходит, ветер стынет Песенка называется «Сарай» Ты что про нее скажешь? «Сарай, сарай» Песня вошла в наш актер Коня ищи в степе У стенки сизого неба Где птицы крик, деревянный звук Да шорох в сухой тропе Иди, где нет пути Прямо потом налево В курган замшелая голова Врыта поклон в голове Сарай, ты мой сарай Сарай, не покрытый салом А если покрытый саломой То это не мой сарай Под солнцем на луне Спит ящерка золотая Застыл недвижно драконий Взор, глядящий из черновы А рядом, чем в стороне У сизой стены сарая Смотри в мельтешенье камней И травмится любимый черти Сарай, ты мой сарай Сарай, не покрытый саломой А если покрытый саломой То это не мой сарай Сухие стебли поют Их слышно на расстоянии Где конь и ящерка Разговор молча ведут в степи Как долго в этом краю Вечном словно дыхание Проражу толпу я Любой пустяк Что встретится мне в пути Сарай, ты мой сарай Сарай, не покрытый саломой А если покрытый саломой То это не мой сарай Сарай, ты мой сарай Сарай, не покрытый саломой А если покрытый саломой То это не мой сарай Песня на стихи Ирины Евсы Называется она «Шествие» Надо сказать, что автор этих стихов Благополучно несколько дней назад Выбрался из разрушенного Харькова И сейчас находится в безопасности Германии Если тебе вилят влево А ты направо вышел Как на парад Нечего думать, брат Это еще не слава И не свобода, брат Правду ори свою Матом или блинным слогом Но посмотри Ты все равно в строю Непоправимо длинном Ровно ворвал внутри Вот и гадай, как лох Пафоса может лебед прятаться Или сметь Гиппиус или Блок Быков или Прилепин Родина или смерть В паре спешат толпу Мратники и сиротки И всяк к своему башку Хуже всего тому Кто сидит в середке В плечи втянув башку С кем ты спешишь скользя Мне за тебя тревожно В тот ли вписался ряд Повременить нельзя Выбраться невозможно Повременить нельзя Выбраться невозможно Разве что в небо, брат Обычно мы говорим Что следующие песни Называются Станционный смотритель И это важно Почему это важно Вы поймете После этой песни Он раньше был лекарем или военным И был у него свой форменный китер Последняя должность его постепенно Запомнилась как станционный смотритель Он жил на своем По устанке, где дыма По кругу не видно Ни слева, ни справа Где раза два в месяц Все мимо да мимо Свистя пролетали Большие составы От вельса От вельса В посторону эту Зимой у снега Доходили до крыши А с той стороны Если там было лето Шумела трава И в траве жили мыши Он как-то поймал одну Чисто случайно Принес ее в будку И пухом гуси Ей выстелил дом Из коробочки чайно Кормил ее рисом И звал Августином И может быть Прямо на той же неделе А может и через полгода Он для Августина В карманы с флагами Пришил за подкладку плаща Напевая Он вышел из дома И вдаль по дороге Ушел осторожно Вступая по шпалам Пустая коробка На мокром пороге Наполнилась ветром И пух разбросал И в течение дня И следует... И следует... И следует... Почему мы говорили в течение дня самого флага? Да нет! Потому что следующая песня называется Станционный Смотритель Над станцией вечер Повис на ветвях На скучных столбах Вдоль платформы стоящих Уже первым снегом Лежит на полях След новой зимы Холодов приходящих Уже первым снегом Лежит на полях След новой зимы Свистят тепловые Колеса с душа И северный ветер Петров предводитель Шумит в дымахол Трава не горя Тоскует и мерзнет Укрюмый смотритель Проносятся мимо него В поездах Дыханье зимы Разговоров дыханье Мелькают огни Извинить провода Чужое прощанье Чужое прощанье Он снова один Он привык ко всему Что будет с ним В мире запутанных стран Он выйдет из дома В морозную тьму Проложит следы По снегам первозданным Он выйдет из дома В морозную тьму Проложит следы Продолжение следует Что будет с ним Продолжение следует Дмитрий Авилов Сквозь бокал ловлю свечу Заходить, взять все рядом Я вас тоже научу На засов закроем двери И не режем провода В эту ночь, по крайней мере Не войдет никто сюда Я же знаю, устаю Я же вижу, вы больны Вы же стали, тверже стали Пострадав из вины Неужели ж не хотелось Подведя баланс к нулю Расподержить мягкая телость Расползаясь во хмелю Разольем медвежьей крови А потом плечом к плечу Обязательной излове Непослушную свечу Да откликнетесь же люди Братья, сестры Никого Свечка тая в битом блюде Отливаем лаковой От последнего разлива Два последние глотка Тот в рюмке Сиротливо Раздувая Вши Бока Бока Пригладаем АПЛОДИСМЕНТЫ Радим Белый 1.15 минут Тот в рюмке И продолжаем В программе у нас получилось действительно Много не наших песен Много не наших песен Ну потому что видимо Гораздо проще взять что-то новое не свое, чем успеть написать быстро что-то новое свое. Татьяна Кучко. Сколько не гони коня, все равно на склоне дня, солнце упадет за горло, дохлынет грусть, пусть не спеши убить меня, не держи меня за горло, кто же знает, может, я тебе и пригашусь. Где ты теперь, кто я теперь, кто мне на эти вопросы ответит, ведь верить судьбе или не верить, все повернется во время. Как ночами не кричи, как ногами не сучи, все равно на свете счастья не было и нет. Если не убьют врачи, значит, доконают дети, лучше я на руке их подарю тебе. Тянутся дни, как неродные, в пальцах у парки такая гнилая нить, и ничего не изменить. Так спи, моя радость усмите. Тянутся дни, как неродные, в пальцах у парки такая гнилая нить, и ничего не изменить. Тянутся дни, как неродные, в пальцах у парки такая гнилая нить. Ну вот, а сейчас мы вернемся к более привычным нам авторам. Сейчас только что-то подстроимся. Кто прячется крепко в глухих закромах, а кто под подушкой иссит? А я ничего не скрываю, в пальцах мне неинтересно таится. Но тайну мою даже при свете дня никто никогда не узнает. Мой ангел в кармане живет у меня и тихо во флете играет. Уже больше года в кармане возьму предмет тяжелее пушинки. Туда я вколол для комфорта ему иголку от швейной машинки. Смывают ли дождь в городские огни или кружится снег постоянный? Огни не в году, лишь погожие дни. Со мной мой ангел карманный. Он так отзывается в жизни моей на каждый особенный случай. Любая удача теперь веселей под звуки мажорных трезвучий. Не ладится дело, хромает страха, и почта давно не приходит. На флете барочной, тоскливая фа, карманный мой ангел выводит. Вчера поздно вечером я повстречал знакомого мне музыканта. В пустом переходе метро он играл, негромко на флете анданте. Скажи мне, кому ты играешь сейчас? Какой ожидаешь наградой? Ответил он, скоро экзамен у нас, и мне репетировать надо. И вот я остался опять одинок, иголка ржавеет в кармане. Я знаю, что мир мой имеет свой срок, и существовать перестанет. Расколется небо, сменут города, небесного воинства фланги. И в громких труб я услышу тогда, как славно играет мой ангел. И в поле97 не хотим, но выходим под спиной. И в громких труб я utilisна, как славно играет мой ангел. И в��ался в тысячу毫. Но дождя пока что нет, мимо ходит старый Сойфер, местный сумасшедший день. Но сито письмо для Ивки, вот уже который год, а в письме лежат обрывки свитков. Кто их разберет? Талек, Бейб, Гимурален, Хейба, Сайнхер. Дождь идет, сосулька тает, почты не было и нет. Неудавшийся паломник, сумасшедший, ну и пусть каждый Сойфер должен помнить Книгу Божию наизусть. Это тот старик, который рассказал недавно мне тайну. Переписи Торы, вероятную вполне. Олег, Бейб, Гимурален, Хейба, Сайнхер. Бог сначала с телом тарит, а потом лишь тьму и свет. Написать свой текст на славу, чтобы ошибок не одной. Только Бог имеет право, смертным не разрешено. Мимо ходит старый Сойфер. Дождь идет ли, бьет кобель, я кричу ему цунтой. Он в ответ, Шма-Исраэль. Взор его солнцем залит, будто зрачков нет. Олег, Бейб, Гимурален, Хейба, Сайнхер. Олег, Бейб, Гимурален, Хейба, Сайнхер. Бейб, Гимурален, Хейба. А про эту песню вообще ничего бывает. Не надо следить. Музыка Дай же нам, Господи, если не лень Чуточку смысла на завтрашний день Чтобы не остался никто одинок И в телефоне горел огонек Под макарином много тепла Кошка у барысел котят принесла Их по соседским домам разберут Самый красивый останется дурь Дай же нам, Господи, если не лень Чуточку смысла на завтрашний день Чтобы не остался никто одинок И в телефоне горел огонек Пусть не тревожит нас выбор пути Улица тропкой смогла прорасти Тропка в траву конец наверняка Где в стрекозиных глазах облака Дай же нам, Господи, если не лень Чуточку смысла на завтрашний день Чтобы не остался никто одинок И в телефоне горел огонек Дай же нам, Господи, если не лень Чуточку смысла на завтрашний день Чтобы не остался никто одинок И в телефоне горел огонек Чуть-чуть погромче мою гитару, если можно, потому что она все-таки тиша Клезмерская сюита За околицей местечко Как-то летний с жарким полком Трое Клезмеров бывалых Собрались поговорить И поднялся старший Клезмер Из футляра вынул скрипку Положил смычок на струну И сказал примерно так Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай Что, конечно, означает Что за жизнь, Иден? Сколько можно сидеть без работы? Ни свадеб тебе, ни праздников, ни то, что дай Помолчали остальные Только травы шелестели на ветру Пока не капал в тишину последний звук И взмахнул своим кларнетом Клезмер юный кудрян На доколице местечко Прозвучал его ответ Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай Что, конечно, означает Весь мир, дядя Мойша Вас послушать так можно подумать Что люди вообще перестали жениться и веселиться И опять вокруг все стихло Под палящим летним солнцем И ж кузнечик на травинке Незаметно стрекотнул И поставил третий клезвер Контрабас как будто мачту И по грифу пробежавшись Подытожил разговор Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай Что, конечно, означает Давайте не будем дрожать, пока зима не пришла Говорил рабе Акива Все, что Господь не делает, все к лучшему Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай И сам не знал никого. Так играли эти трое за околицей местечко, Словно нет на белом свете, никого помимо них. Только птицы луговые, да кузнечики на стенах, Да свободный теплый ветер, их и слушали тогда. Что, конечно, означает, Вы как хотите, Рэд Минахим, но только чтоб все враги Израиля Так жили с этими ценами, что у нас на базаре. Поклонились музыканты, и сложившие инструменты Разошлись своей дорогой, каждый в сторону свою. Кто-то в Луков, кто-то в Радом, Кто-то в Пинчов по тропинке, Но как будто снова слышно над примятой травой. Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Что, конечно, означает, Ах, какие там гусиные шкварки! И, кстати, наш инцик уже подбивает клинья к хозяйской корочке. Пролетали дни и годы, и столетие сменилось, И не то, чтобы околец, никаких местечек нет. Никого там не осталось, фотографии сгорели, Камни в землю погрузились, Ни имя он неточных дат. Что, конечно, означает, Что же ты, шлемаза, опять берешь В каденции Б-кар, когда там должен стоять диез? Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай, Ветерок траву калышет, до рекорд, до горизонта Крезверы играют за окоцы, бежим послушать никого Лишь птичий щебет в небесах на стрекотанье Как же эта музыка звучит, и сам не знает никого Най-дай-дай-дай Ветерок траву калышет, до рекорд, до горизонта Крезверы играют за окоцы, бежим послушать никого Лишь птичий щебет в небесах на стрекотанье Как же эта музыка звучит, и сам не знает никого На стихи Сергея Флотова Я всю жизнь держался, словно герой дефолт Научился ждать, сохраняя садор и пыру Я пережил чекистский пучий дефолт Я сделал лодку, но никуда не уплыл Иногда ветерок приносил шум далеких пиц Я дымок ища проглядел горизонт до дыр Мне швырял океан обрывки чужих молитв Я сделал лодку, но никуда не уплыл И я твердил на том старин, и на том стоял Но однажды увидел сон, в нем была вода Очень много лодок, а в лодках мои друзья Не махали они, но я не поплыл туда Август, осень звал, но не громко так В траве надрывался кузенечик, последний солдат полка Интроверт он и на острове, интроверт Что до лодки, пускай лежит просто там, пока Ну ладно, я тут попробую что-нибудь в одиночку попить Такая у нас концепция Называется ад либитум Я тогда спою песенку Сейчас попробую найти ее себе Называется она «Фотография» И где мне ее найти? Сейчас я буду ее взять Подождите, отромажу просто Ага Мы будем счастливы, когда наступит лето Пусть дни короткие торопятся и тают Мы будем счастливы, когда настанет осень И по оконным переплетам дождь заплещет Мы ничего не ждем, мы ничего не просим И не боимся всадников зловещих Когда зима окно узорами оформит Достанем теплый шарф и лыжные ботинки И зашнуруем их друг друг на платформе И за подснежником поедем по тропинке А там, глядишь, и до весны совсем недолго И нам опять семнадцать истина простая Ведь так написано, что разольется Волга Ведь так написано, что птичка прилетает Ведь так написано, что разольется Волга Ведь так написано, что птичка прилетает это песня смешно смешная была история ваша детки на однажды пишет в фейсбуке пишет мне приснилась песня вижу сидит наташа тарвердян играет какую-то красивую песню даже услышала первый куплет спрашиваю ее во сне конечно чья это песня отрежет наташа отвечает дай новая песня игорь белый вот она значит эту информацию до меня донесла мне осталось только ее остановить следующая песенка на стихе Андрея Ампилова запах мази их теоловы темный коридор строй солдатиков из олово утром снег летит во двор Атлантида занесенная белым снегом целиком под сугробами спасенная каждый запах в ней знаком вечера концерты шевские люстра пламенная брошь мази лыжные вишневские их теоловы тоже заметенная подводная Атлантида снежных крыж звезд республика народная промокашек пеньев лыж пахнет снег шарфами гландами школы трансы на ремне где плывем мы их теандром в их теуловой стране в их теуловой стране в их теуловой стране в истон в окне в окне а У старого три зорки Глаза не так уж зорки Дрожат заметно лапы И нюх уже не тот Ведь шарит его будка В которой ночью жутко Все время слышать шор Не знал я, кто идет Хозяин ли гость, хозяина или кошка Гостя хозяина или тот, кто идет За кошкой только ей не принадлежит Для старого три зорки Одной мышиной норки Достаточно, чтоб сразу Кина крепко застрялась А вечер так без ветря И будка в полуметре Там шебушится кто-то Но кто не разобрал Хозяин ли гость, хозяина или кошка Гостя хозяина или тот, кто пришел За кошкой только ей не принадлежит Но высвободив лапу В трезор, не чуя запах В трезор, не чуя запах Кто ушел за кошкой И только ей не принадлежит Хозяин ли гость, хозяина или кошка Гостя хозяина или тот, кто ушел За кошкой только ей не принадлежит И только ей не принадлежит А еще одна песня Название, которой В данном случае значимо Нет, 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 хватит Надо мне тоже написать колыбельную для Олега Городецкого. Колыбельную для Игоря Белого. Так поднимется туман поутру, Ночь забьется с головою в нору, Заберет с собой летучих мышей, Чтоб не смели днем пугать малышей. Заберет с собой сову и совят, Пусть совята хоть немного поспят. Заберет с собой большую луну, Еле втиснет в ту нору ширину. Заберет с собой в нору волчьи вой, Тихий шорох за стеной в плодовой. Блеск русалок в омутах у моста, Счет словов на черепахах достал. Вещи, брошенные на ночь в саду, Всех идущих по полям на звезду, Жаркий шепот на стогу за рекой, Заберет в нору холодный рубур. Ты глаза свои скорей закрывай, И проснулся сам себе не давай, Кто не будет спать того поутру, Ночь утащит за собою в нору. И на страшном, на своем наперу, В полночь съест на леденящем ветру. А как поднимется туман поутру, Ночь забьется с головой в нору. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 С точки зрения времени Прожитый день равен сумме редков, Обезумевшись стрелки, По умении тела отбрасывать тень, Не уменьшит количество яблок на ветку. Значит, утро не может быть вечно живым, Превращаясь в промозглый мертвеющий вечер, Сколько май не проси непременно за ним Разразиться на яблок и ляжем на плечах. И опустится вечер, и выключат свет, Циферблат станет тесен сходящимся стрелком, Изменив траекторию дальних комет, Черный космос отдаст предпочтение тарелкам. И последнее яблоко, вмиг перезрев, Даст по кумболу новому сэрнью том, И полуночный гость на трамвай не успев, Зашагая домой, по тропе небосклон, А потом все вернется на круги своя, С первым боем часов усмирится природа. Осень где-то увязнет в снегах января, С Новым годом, любим, спи, с Новым годом. Вот та песня, которую мы сейчас споем, вот эта вот, она как раз вошла в виде бонуса на наш новый альбом дуэтный «Божьи дурачки». Вот, и она, конечно, абсолютно про божьего дурачка, классического такого. Это реконструкция историческая, известная реальная, абсолютно песня исторической 17 века, которая была написана в городе Вена. В этой песне известный, есть известный автор. Это некий Августин, Августин, который жил в городе Вене, там, в Средневековье это... Ну, это уже не сильно, не сильно. Ну, не Средневековье, неважно. Все равно это было мрачное время, потому что там была чума, которая сверебствовала по Европе, причем уже третья волна этой чумы. И вот жил, был такой Августин в городе Вена, пьяница, бабник и сквернослов. Зарабатывал на жизнь он тем, что пел по кабакам. Похабные песни. Похабные песни, конечно. Вот. И вот однажды он в какой-то момент так нажрался, до такого изумления, что пошел, куда глаза глядят, упал куда-то. А когда проспался, понял, что он упал в огромную яму, забитую чумными трупами. Вот была такая практика, когда чумные детектора, вот такие все, с носами там, с носами. Ходили там по городу, ключами, значит, все это стаскивали, и там где-то прикапывали недалеко от городской черты, там, чтобы потом жить. Ну вот. А этот Августин, он по пьяни туда забрел, свалился туда и провалялся там всю ночь. И ему ничего не сделалось. Он, сволочь, был проспиртован настолько, что вообще никакая зараза его не взяла. Он, значит, проснулся, он, значит, конечно же, удивил, ну, как будет сказать, удивился. Немножко... Был изумленный раздосадой. Изумленный раздосадой, да. И пока он, как бы, плелся обратно в город, из этого, значит, места, он по дороге написал песню про себя, как бы обращаясь к самому себе в третьем лице. «Ах, мой милый Августин». Он где изложил, значит, все вот эти вот свои впечатления. Ему сначала не поверили, потом действительно поверили, и стали ему наливать в разных кабаках. А он стал эту песню распевать. И стал через это очень сильно знаменитым. Вот. Наливали ему столько, что чмой он просто не успел заболеть. Спился раньше. Он поменял. Вот. И я решил эту песню восстановить, потому что в переводах ее существует огромное множество, но все они какие-то очень слюняленькие, такие розовенькие, детские. Позор. Потому что, ну, как мог... Что мог написать такой персонаж, как этот реальный Августин? Естественно, он мог написать только 18+, как и полагается петь ему в этих своих кабаках. Вот поэтому это историческая реконструкция, претендующая на историческую правду. Ах, мой милый Августин, 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 Ах, мой милый Августин, жопа тебе. Ах, мой милый Августин, 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 Ах, мой милый Августин, жопа тебе. Денег нет, счастья нет, и в говне тоже теплит. У тебя, мой Августин, ни хера нет. Где былые праздники, други, проказники? Мы сходили, Августин, с ними с ума. Нынче же немалости нам не осталось, А в тех теперь без жалости косит чума. Выклю бутылку, даряку в могилку, Плачь по мне, пизанин, Ирянский дворец. Надо же, Ах, мой милый Августин, полный вес. Добрые господа, я провел эту ночь в обнимку с трупами. Как вы понимаете, я немного удивлен и раздосадован. Очень хочется выпить. Налейте же мне за мой правдивый рассказ. Денег нет, счастья нет, и в говне тоже теплит. У тебя, мой Августин, ни хера нет. Не лейте, вы добрый, господа, гоните его в шею, как он все говном воняет. Ах, мы, Августин, 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 ах, мой милый Августин, шоба тебе. Ну да, следующая песня называется «Рыбный день». Как бы продолжить полного безумия. Сегодня день такой торжественный, ты шапку новую надей. И пусть покажется, что жесть не ной, поскольку это рыбный день. Сегодня рыба наша главная всплывает из пучины. Вот одна проблема с ней забавная, хрен угадаешь, где всплывет. А рыба старая, облезлая, но здоровая икру метать. И как все это в нее влезло я, никак не в силах осознать. По площадям идет по улицам мальков прожорливых поток. И вот пока она не сдуется, ищи укромный уголок. А где же снасть моя рыбацкая, второй резиновый сапог? Какая-то их морда штатская уже пошила, как вещдок. И как ту рыбу мне выуживать среди затопленных корят, где прямо на берег услужливо открыты поданы в тазах. Всю чешую на рыбьей заднице давно впоели лишаи, но их теологи ругаются за форму Эли чешуи. Уже решили в закон внести ее дрожание икры, а я кладу на эти тонкости и ухожу через дворы. Страшно подумать, но вот эти песни, которые сейчас будет 18 лет. Здесь, на холмах, не знающих зарей, среди толпы несчетной и незримой, здесь, на развалинах очередного Рима, что сам себя разрушил изнутри. Здесь, на ветру, где правит кислород, где тикает окисленное время, здесь невозможно уследить за всеми, но обречен невидимый народ. Здесь, посреди заснеженной степи, в которой нет ни леомута, ни брода, здесь терпит пустоту сама природа, считай свои потери и терпи. Здесь можно выжить и не стать своим, покуда не отстроен Новый Рим. Новый Рим. Там на закате сияющий край, холмов травяных с чудесами внутри. Всю мою радость самой забирать, боль и усталость мои не вели. Ждет вокзалом сумрачный свод, поезд пустой, но смешной проводник. С пивом, любимым бутылку несет вечер осенний, к окошку при них. Пусть незаметно длится полет, пусть остаются все веры вдали, вереск и клевер ветром согнет скорый состав Москва, край земли, А в том краю объяснят, как пройти, собьют две доски звери под холмом. Все, кого только прибор в пути встретят тебя там за круглым столом. Возьмите, тро-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-тон. Это лишь всё называется рай, Я не уверен, и лучше тогда Всю мою радость с собой забирай, Вдруг пригодится дороге туда. Песня Александра Карпова называется «Весна и дурак». Песня Александра Карпова называется «Весна и дурак» Пусти к себе меня до ночлега красная весна, Талая вода. Песня Александра Карпова называется «Весна и дурака». Захотелось ему дурню в поле ветер изловить, Облако взлуздать. Перештопанный карман в небе волю звёздами набить, Да луну продать. А уж взялся лить лей по край, Взялся выпить пей до конца. Я ни по зубам каравай, Ни к лицу-то в танце, Ни на ловца. Не сумел ума нажить, Ни с чего сойти, Так вот и сиди ночью в заперти. А днём напоперти, Только в лето переждать сушь до дожди, Там уж и зима стелет впереди Белые скатерти. Вот уж на столе сладок мёд, Рядом водка горькая, Хош, выбирай смех и слеза. Стол накрыто, гость не придёт, Падай, падай, смех на глаза. Аплодисменты 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 Подбираемся к теме. Аплодисменты Аплодисменты Ты погоди, мой друг, ещё настанет время, Когда она с тобой появится, были. Вот так случайно где-то брошенная сель Лежит, лежит и прорастает без причины. И в этих сказках мы окажемся с тобой Почти отцами, основателями песни, Богателями, победившими без боя. А мы сидим себе в раю на кухне тесной. А мы сидим себе в раю на кухне тесной. А мы сидим себе в раю за чашкой чая, А в школах учат наши ранние творенья. И у доски их запинаясь отвечают, Косясь на наши над доской изображения. А в тех легендах мы ходили по древням, И пили песни, и лечили от недугов. И как положено любым героям древним, Носили меч и тяжеленную кольчугу. Носили меч и тяжеленную кольчугу. И говорят ещё один из них был белым, Что это значит нынче многим неизвестно. А мы сидим себе в раю по этим делам, И нам совсем уже другое интересно. Нам интересно, нам интересно, Чтобы солнышко над лесом Свечело ярко через облаков прорехи. Кто-то гавриин с трубой не путался в диезах, А Михаил почаще смазывал доспехи, А Михаил почаще смазывал доспехи. Аплодисменты Аплодисменты Владимир Васильев Когда в глаза таращит страх, Лишается не всяк, Но брать с смелости Сказать я вижу, это так. Трусливый замирает дух Куда надёжней чёткий слух Когда приходится всерьёз Лишать от нот из двух Либо ты дурак, либо ненавистья Либо ненавистья, либо ты дурак Либо ты дурак, либо ненавистья Либо ненавистья и дурак Привольно дерзким лавкачам У короля слушать Легко искуснейшим ткачам Комзом возлести шить Придворный люд всегда готов Носить его без лишних слов Но голым головы назвать Ищите дураков Либо ты дурак, либо ненавистья Либо ненавистья, либо ты дурак Либо ты дурак, либо ненавистья Либо ненавистья и дурак Фасонки Фасонки, термокарда Бигогов, ретрисе Пусть люди видят Дурака во всей его красе Прозрачной ткани Мы не сыскать Мы не напрасно заискать Чтоб мог народ в конце концов О короля сказать Либо он дурак Либо ненавистья Либо ненавистья Либо он дурак Либо он дурак Либо ненавистья Либо ненавистья и дурак Либо ты дурак Либо ненавистья Либо ненавистья Либо ты дурак Либо ты дурак Либо ненавистья Либо ненавистья и дурак АПЛОДИСМЕНТЫ На горе Синае, как всё было, знаю, Моисей разбил, сприжали, видимо, сальцевал. Внёс обратно снова, не хватало слова, Забавить не бойся, раньше там было. Что ни дом, то вечен, что ни путь там влечен, Что-нибудь из жута сена в кроваве. Ты не считай излишне, жизнь на вкус, как вишня, У меня ещё в запасе две. Мир наш, где мы гости, очень узкий мостик, Как же нам отсюда перебраться туда? Никуда не деться, есть одно лишь средство, Надо не бояться просто никогда. Что ни дом, то вечен, что ни путь там влечен, Что-нибудь из биржая на кроваве. Не считать излишне, жизнь на вкус, как вишня, У меня ещё в запасе две. Виру всяким бедом, если страх неведом, Разве вместо неба твёрдый звон и свод? Развернём весною крылья за спиною, С вертикальным взлётом и вперёд. Что ни дом, то вечен, что ни путь там влечен, Что-нибудь из черпакова в кроваве. Ты не считай излишне, жизнь на вкус, как вишня, У меня ещё в запасе две. У меня ещё в запасе две. Спасибо вам большое. Почему-то не очень хочется сегодня заканчивать На сильно-мажорной ноте. На сильно-минорной закончим. Правильно. Да, Игорь, да. Ну ладно, не уходи. Не ухожу. Я бы ещё тут двух людей позвал, Вот из этого зала. Мы никогда не пытались петь эту песню вдвоём. Обычно мы её поём вчетвером. Ну, зови четвером. Нет, четвёртого здесь нет, к сожалению. Но есть тот, кто её написал. Слушай, вообще, может, вам не нужен мишка? Нет, мишка нам не нужна. Вот этот вот нам нужен. Учалось всё нормально сидеть. Воздушные асы бомбят города. О-эй-о, и души, самолёты на юг. А из городов в никуда, в никуда. О-эй-о, души пошли на взлёт, заложили круг. О-эй-о, и души летят, летят до молодых. Молчат, молчат, молчат. А я на земле всё встаю и смотрю. О-эй-о, всё так решить не могу. О-эй-о, быть ли мне в том или в этом строю. О-эй-о, чего пожелать себе, а чего врагу? О-эй-о, и таков, к сожалению, всякий из нас. О-эй-о, кто-то нас выдумал так. В каждом душа и воздушный ас. О-эй-о, каждый в себе и друг, и смертельный враг. Эх, выбрать бы долю не торопясь. О-эй-о, но тут и кончается жизнь. Ты, брошенная тобой, и в тебя. О-эй-о, бомба кувыркается вниз. Бомба кувыркается вниз. Спасибо, дорогие друзья. Нам помогал Марат Мамасков, и это была Безгарула Кокрисова. С мюзикла «Штюрлиц. Попытка в детстве». Может быть, мы успеем ещё показать концертную версию этого мюзикла? Я вам здесь. Спасибо. Вот это.